Друзья, всем привет! Сегодняшнее видео будет очень короткий. Хочу поделиться с вами некоторой информацией о том, как можно делиться Data Transfer Object, то есть DTO между микросервисами. Так как микросервисы подразумевают работать с одними и теми же данными, то этим DTO все-таки как-то придется делиться. На самом деле существует несколько вариантов, которые помогут вам в ваших начинаниях. Смотрите, допустим, у нас есть какой-то ViewModel, то есть модель какая-то, которая называется Service Item. Я не знаю для чего, просто для примера. И для того, чтобы ее выдать наружу, у нас есть Service Item DTO, то есть Data Transfer Object, который как бы должен выдаваться наружу и получаться другими сервисами. Значит, смотрите, можно пойти по пути наименьшего сопротивления и наибольшего. Вообще, как это можно сделать? Ну, давайте по порядку. Первое. Можно вообще этого не делать. Почему? Если у вас достаточно простое приложение, то вы можете на своем удаленном сервисе, например, давайте говорить про конкретно. У нас есть какой-то микросервис, там есть Swagger, какой-нибудь из шаблонов созданный. И, допустим, у нас есть какой-нибудь UI-ный клиент. Неважно на самом деле какой. Но суть в том, что он так или иначе работает через JSON, то есть через HTTP. Соответственно, раз мы получаем JSON, значит, мы можем сервизовать его в то, в что захотим. И получается, что в большинстве случаев, когда мы используем React, View, Aurel, в чистый JavaScript, нам никаких модулов не нужно. Мы получили тот класс, сервизовали его, передали, замапили там специальными свойствами именно через JS-библиотеки. И все замечательно, все круто, никаких вообще не нужно ничего. Если вы начинаете делать более сложное приложение или, допустим, типизирование, например, Blazor, вот с чем я, собственно, столкнулся и хочу с вами поделиться. Есть у меня микросервис, есть у меня какой-то Blazor-клиент, так, ради попробовать, начал изучать. Ну и, в общем-то, выяснилось то, что я не могу использовать этот DTO-шник, потому что, смотрите, в одном из видео я говорил о том, что для того, чтобы использовать RabbitMQ или MassTransit, у вас DTO, которые передаются между микросервисами вообще, в принципе, они должны быть в одном namespace, то есть MassTransit на основании namespace рисует вот этот Q, да, создает его в RabbitMQ, и, собственно говоря, на основании этого идет обмен. Если у вас два одинаковых файла, называется одинаково в разных сервисах, но при этом имеет разный namespace, то получается, что при передаче RabbitMQ не будет знать, что это за файл, и он будет его скипать, пробрасывать, то есть сбрасывать эти пакеты. Суть в следующем, даже не важно, какие у вас клиенты, суть в том, что вот этот вот название, оно как бы должно совпадать, и решить это можно несколькими способами. Первый, это через Nugget пакет, который вы создаете публично, выкладываете на Nugget.org, все отлично работает, замечательно, никаких проблем нет, вы запустили сервис, он пошел на удаленный Nugget.org при публикации. Я сейчас говорю именно про Docker публикацию, да, то есть из Docker пошел, из контейнера пошел в этот Nugget.org, скачал этот самый непосредственно пакет, другой сервис пошел, этот же пакет получил, у вас все одинаково, все красиво, все летает. Второй вариант, это приватный фит компании, то есть когда у вас есть какой-нибудь, ну, то есть приватный Nugget.org какой-нибудь в вашей компании сервис артефактов, так сказать, и он тоже ходит через Docker, и все отлично работает, причем если он защищен, можно подставить этот Nugget. При получении рестору таких вот Nugget пакетов можно подставить даже пароли, он сходит на сайт вашей компании, получится, отлично сработает, замечательно. Есть еще вариант копирования сбора, допустим вы сделали сборку, положили в папку lib в один проект, в папку lib в другой проект, сделали референции, в принципе это тоже будет работать, но здесь уже есть нюансы. Нужно более сложно настраивать докер, то есть докер файл, да, и это получится, ну, немножко такая нетривиальная задача, там есть некоторые нюансы. Ну и, собственно говоря, есть четвертый вариант, когда через ссылку на объект. Я все время про него забываю, собственно говоря, он работает на самом деле очень круто. Итак, давайте обо всем по порядку. Я создал специально простое приложение из шаблона Nimble Framework. Здесь есть, ну, в общем-то, ключевой момент, что здесь есть сущность, которая называется Service Item, которую я показал на слайдах. Есть у нее некоторое количество полей, есть у меня DTO объект, который дублирует, то есть копирует эти поля в реальной жизни это не всегда совпадает, то есть иногда модели отличаются от самих моделей. Ну, в общем-то, здесь называется Data Transfer Logic. Есть у меня сервис, который, собственно говоря, наполняет фейковыми данными вот этот вот сервис и выдает наружу их. Есть у меня контроллер, который получает из сервиса эти модели, маппит их через маппер. Кстати, вот маппер конфигурация с сервиса item на сервис DTO. И здесь выдает эти DTO-шки, собственно говоря, наружу. Суть следующая. У меня есть еще один проект, который называется Blazer. Он, как вы понимаете, типизированный. И мне вот этот объект нужно показать вот в этом списке, но это сделать, как и жгры, можно четырьмя вариантами. Я покажу четвертым. Что мне для этого нужно? Я здесь создаю папку, которая называется DTO. Ну, вещь, на самом деле, не то слово, какая вещь. Отлично. И здесь я пытаюсь добавить объект, но не просто создать объект, а именно ExistingItem. То есть я хочу добавить уже существующий объект. Вот у меня лежит файл DTO. В папке DTO, WP API. Вот я выбираю этот файл и нажимаю его добавить, но через AskLink, то есть через ссылку. То, что я говорил на видео. Посмотрите, у него специальная иконка. Он теперь стал виден системе. Есть у меня теперь на него ссылка. И, в общем-то, я сейчас запущу эти оба проекта. Вот один проект и где-то тут еще вот он второй. То есть давайте я вызову этот метод. Ну, я покажу, что он работает. Это Swagger. В нем вот они, эти объекты. И, собственно говоря, вот эти же объекты появились уже здесь. Суть и способ разработки сводится к следующему. Я нажимаю Stop у одного проекта. Я нажимаю... этот остановился сам. Отлично. И давайте я это все сведу к тому, что мне, допустим, нужно какое-то свойство новое. Пусть это свойство называется какой-нибудь там стринг тип и название будет регион. Я нажимаю Enter. Свойство применилось. Нажимаю сохранить. Нажимаю Build. И, собственно говоря... А, ну давайте я его как-нибудь еще в этом. Мне нужно этот регион добавить, соответственно, в ViewModel. Я это сделал. Теперь мне нужно добавить это свойство. Ну, давайте его как-нибудь наполним. Пусть будет регион равно... Ну, вот такой вот странный, странный и очень странный регион. Ну, мне так нравится. Теперь я запущу. Отлично. Запустился. Я открываю новую закладку. Новую версию. Нажимаю Execute. И у меня уже здесь вот появился этот самый регион. Отлично. Теперь переключаясь уже в Blazor. Соответственно, у меня здесь пока никакого региона нет. Хотя, давайте проверим. Я скажу, что мне нужно здесь отобразить регион. Опа! Он уже здесь есть. Я потому что изменил как раз тот файл, который лежал там. Ну и, как вы понимаете, разработка сводится к тому, что нужно просто не... Как это сказать-то... Не потерять эту самую ссылку на этот связь. Ну, в конечном итоге, если вы потеряете, у вас просто не откомпилируется на самом деле проект. Но если вы используете один и тот же solution, в нем некоторые проекты, они лежат в гитете, то вряд ли вы потеряете. Но таким образом, никаких нукет-пакетов, никаких там дополнительных телодвижений по части настройки. Там докеры, там вот... Вот. Там на самом деле все получается просто. Один проект запихнули в докер-файл, в докер-контейнер через докер-файл в другой. Сделали докер-компоуз, запустили. Та-да! И все работает. Давайте запустим. И увидим, что у нас регион у всех FSA. Нет, FSA. Ну, пусть будет FSA. Нажимаем сервисы. Ну, и как вы видите, все прекрасно прилетело из того сервиса. Ну, и еще немаловажный момент. Хочу показать. Так, это сверну. Я получаю вот эти данные напрямую через HTTP-запрос, который здесь реализует коллекцию, полученную вот с этого адреса. То есть, с того самого... Вот. API-сервис item, как вы видите, здесь он тоже указан. Единственное, что в настройках вот здесь вот создается HTTP-клиент. Я указываю адрес, куда ходить. В общем-то, вот все, что я хотел показать. Есть ли вам серия таких вот быстрых роликов по душе, скажите в комментариях. Буду их чаще выпускать. И спасибо, и пока. Субтитры подогнал «Симон»!